В Монолинском районе Мангоставской области активными темпами ведется прокладка водопроводной линии. На эти цели из республиканского бюджета выделили 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Сейчас вдоль улиц сел Козелтобия, Мангостав-4 и Баскудук устанавливаются колодцы и протягиваются десятки километров труб. Обеспечить жителей центральным водоснабжением планируют уже до конца года. Впервые за несколько десятилетий в селе Козелтобия проводят водопровод. На эти цели выделили 300 миллионов тенге. На окраине населенного пункта начали строительство водонакопительной станции. В каждом из шести резервуаров будет храниться по тысяче кубометров воды. Ее будут доставлять из опреснительного завода. Магистраль протяженностью в 211 километров планируем завершить в следующем году. Строительство резервуаров идет по графику. Сейчас мы в этом селе проводим земельные работы, прокладываем трубы. Работа началась почти месяц назад. Населенные пункты Муналинского района постепенно подключаются к централизованному водопроводу. В прошлом году жители сел Даулет, Баянды, Батыр и Атамикен забыли о надобности нанимать водовозы. В этом году это ждет и сельчан из Мангастау-4. По моим расчетам, в селе Козлтюбе будет проложена линия питьевой воды протяженностью более 200 километров. В селе Баскудук 159 километров. В селе Мангастау-4 ожидается протянуть водопровод на 36 километров. В Баскудуке завершим работы в этом году. До 2016 года населенные пункты Муналинского района были обеспечены питьевой водой всего на 17%. В этом году планка поднимется до 74-процентного показателя. К 2020 году район полностью обеспечат живительной влагой. Тамара Степанова, Салмат Бегбаев, Мангастау-5, Хабар-24.